изумление и в радости от чего, что у нас есть такие учтения. Почему? Потому что вы на курсы приезжаете, и частенько мы пытаемся вам привести носитель языка, привести сюда. Кого мы приводим? Кто к вам в гимназию приезжает, там, Малайзия или какие-нибудь такие страны, Корея, что-нибудь в этом роде. Ну, вот в том-то и есть, и совсем носители, но у нас другого-то нет, и поэтому вот мы и радуемся. А оказывается, у нас в своем городе есть такие шикарные учителя, понимаете? И вот мы их открыли благодаря тому, что они пришли к нам на курсы. И теперь мы от вас не отстанем. Мы теперь его будут очень часто приглашать. И вот Сергей Гимович, вам сейчас сам расскажет, я хочу фотографировать. Доброе утро. Я извиняюсь, речи я сегодня на английском языке не подготовил. Он обучает у вас просто спонтанное. Ну, кратко о себе. Первое высшее образование я закручил в наш Кировский педагогический институт имени Ленина Владимировича Ленина в 89-м году. Учился на факультете иностранных языков английский и немецкий язык. Профермирующий, естественно, английский. Английский держал всю жизнь в актуальном состоянии. Это помогло, это спасло. В школе я работаю сейчас уже 4 года. И как-то потихонечку просто уже чувствую потребность развивать свои способности в изучении и преподавании английского языка. И вычислять какие-то моменты, которые мешают нам с вами в нашей творческой деятельности школьной. И как их можно преодолеть. Значит, ну, сразу вкратце давайте начнем тогда так, с плана. У меня сейчас план в целом рассказать об основной тенденциях в английском языке. Ну, британский вариант, американский вариант. Два основных варианта английского языка, как вы знаете, существующий в мире. Затем, особенности интернационного рисунка и вообще, скажем так, психологического настроя русскоязычного человека и англоязычного. Вот здесь как раз вот в том числе находится и решение, как английский можно улучшить преподавание и понимание со стороны учеников в школе. Затем, я вам дам ссылки, ну, запишите там у меня несколько, семь сайтов и известных личностей, вот где можно посмотреть, поучиться и фонетике, и грамотике, и вообще речи. Хорошие, красивые речи на британском варианте и на американском варианте. Затем я принес с собой несколько диалогов и монологов уровня 7-9 класса. И вторая часть, я планирую дать вам задание озвучить эти диалоги в парах. Посмотрим, как вот вы, ну, как-то, может быть, сколько-то сработает там методика, кусочки той методики, мозаика, кусочки мозаики методической. Посмотрим, как-то, может быть, вы сами почувствуете какой-то драйв внутренний и сможете тут уже понять, что вы как-то где-то несколько продвинулись и определили вектор своего дальнейшего развития. И, ну, вот это, как бы, вторая часть нашего с вами занятия. И потом вместе послушаем, вместе оценим друг друга, ну, и сделаем организационные выводы на текущий момент и на наше светлое обучение школьных учителей. Значит, в целом, на сегодняшний день британский вариант, как вы все знаете, это receive pronunciation, тот литературный язык, которому нас с вами учили в институтах, в вузах, тот, который считается нормой в Британии на сегодняшний день, хотя на receive pronunciation говорит не более 3% населения Британии. Остальные кто, во что гораст. 3% это, в основном, это образованные люди, как минимум. Это учителя, юристы, врачи, бизнесмены, политики, естественно. На фоне receive pronunciation еще royal english, язык королевской семейные, но это очень такой рафинированный, очень высокоуровневый, хотя между собой в семейных отношениях, мне кажется, они вот, когда общаются на бытовом уровне, они тоже используют какие-то разговорные моменты. Последнее время в информационных источниках, в видеосюжетах, ну, я в основном в ютубе, ютубом пользуюсь. Неважно, ютуб это или еще какой-то хостинг. Появилась у скотчевой тенденция навязывать аудитории идею о том, что английский на сегодняшний день разговорный, современный, претерпел сильные изменения. В самом Лондоне, в Британии, в Лондоне, в столице, говорят уже, много зависит из когни диалекта, слышали это? Диалект окраин Лондона. Всячески это транслируют, всячески это превозносят и, получается, что фиксируют это как истину в последней инстанции. Так вот, я скажу, что это не совсем так. Это просто люди, ну, как блогеры, себя продвигают, навязывают эти и на самом деле котируются. До сих пор будет котироваться именно литературно-английский язык, по крайней мере, на официальном уровне, на уровне общения между деловыми людьми, вообще образованными людьми, на уровне общения высшей политической элиты и так далее. Поэтому вот ко всем вот этим очередачествам надо относиться просто как вот, просто как какое-то некое культурное явление. Очень много сейчас сюжетов о диалектах британских. В основном это северно-восточные диалекты, которые очень сильно и по произношению, и по лексике и по грамматике отличаются от стандартного, от receive pronunciation. Это тоже можно посмотреть, принять к сведению, чтобы потом, если мало ли, где-то вы оказались там за границей, да, и общаетесь с представителем, с носителем диалекта британского варианта английского языка, чтобы вы просто могли понять, откуда этот человек. Просто для каких-то вот моментов, чтобы оптимизировать общение и так далее. То есть вот литературный английский receive pronunciation, никуда не делся. Хотя вот дикторы современные, особенно молодое поколение, они на нем говорят, они вот немножко чувствуются влиянием, но так вот, чуть-чуть так, крапинками. Сильно очень тенденция уже несколько десятилетий, это оглушение звонких согласных конца слов в английском языке. Вот это очень режет слух. Например, вместо change, change, вместо food, food и так далее. В Британии, особенно среди молодежи, это вообще сейчас уже практически тотальное явление. Но еще раз повторяю, что литературный английский придерживается все-таки сохранения звонкости согласных конца слов. Поэтому нам с вами тоже, как преподавателям английского языка, надо ориентироваться все-таки на классическую норму. Коснемся немножко еще американского варианта английского языка. В Америке, ну, я думаю, в курсе general american, общий американский язык, где везде вот это идет. Произношение erb во всех позициях слов, да? Park, car, turn, turn around и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Актеры, политики, в том числе президенты Америки, вот сколько я материал прослушал, проанализировал, они в основном используют нью-йоркский диалект. Нью-йоркский диалект, он относится к северо-восточным диалектам Соединенных Штатов. Нью-Йоркский диалект ближе к британскому варианту и похож на северо-восточные диалекты Соединенных Штатов. И вот это северо-восточные штаты называют еще Новая Англия. В плане произношения. Есть там и американизм в произносительном плане, но вот у них это вот произношение erb всех позиций, у них как бы у британцев точно так же, например, car, park и так далее. Но вместо path, например, path, it's my path. Грамматика, конечно, лексика, это американские, но тем не менее, в произносительном плане. Еще что я заметил, вот я вам дам сегодня сайт Great Speeches with English subtitles. Значит, выступление, вот если потом сами посмотрите, в политике артисты, когда выступают перед публикой, допустим, перед студентами университета, начинают либо на General American, либо на Нью-Йоркском диалеке, а потом почему-то всякие дни заносят плане произношения на британский, чуть ли не на Reset pronunciation. Видимо, у них считается все-таки высоким стилем, это как раз британское Reset pronunciation. Не у всех получается чисто, но тем не менее, буквально минут через 10 после этого выступления их вот так вот уносит все-таки на британский вариант в плане произношения. Ну и как-то это интересно так вот. С General American на British. И все понимают друг друга. Все-таки я считаю, что какие бы тенденции ни были, их надо учитывать, но тем не менее сохранять приверженность к России про нас вещей. Ну вот это вот краткое вступление по поводу британско-американского. Стараясь обычно сразу же дать домашнее задание, пояснить его. И затем, ну скажем так, начало урока это практика произношения. Это может быть, допустим, новая лексика, которую им было задано на прошлом уроке. Это может быть монолог, заданный на сегодняшний день, либо диалог. Всегда начинаем с практики произношения. Когда слышу, вот начинают там Good morning, We have a lot of work to do. Так, оставили печальные русские интонации, перешли на британскую волну. Кто такие британцы? Это германцы, это захватчики, это завоеватели, это имперцы, это это все наше. Вот и вот этот эмоциональный посыл заряд приводит к тому, что, видимо, закон индукции что-ли какое-то срабатывает. Получается так, вот когда вы, как бошк, как лидеры, так вот заряжаете энергетикой, просто вот изменения на глазах происходят. То есть начинают, я говорю, слушайте, сейчас слушайте меня и подражайте мне. И чтобы все были на британской волне. Ну, есть, конечно, там несколько, допустим, учеников, такие, какие-то такие, очень такие волевые, упертые, да, которые все-таки этим монтируют эти вещи. Но в целом получается. То есть вот этот эмоциональный заряд, эмоциональный посыл, переданный ученикам, приводит к тому, что практически мгновенно у них меняется. Вот они получили, вот смотрите, порцию эмоционального заряда, они этим зарядились, происходит перестройка уклада речевых органов, и получается очень красивая вещь. Не совсем, конечно, британцы, не совсем американцы, но процентов на 80 как минимум. Но для этого надо самим в этом состоянии находиться. Что нам мешает? Загруженность. Мешает очень сильно мешает, хотя это способствует проведению урока, то есть наш вот этот внутренний таймер, то есть успеть начать урок, да, вот все этапы противопочек, и мы забываем, вот мы переходим опять на наш эмоциональный фон, несколько удрученный тем, что, да, надо успеть вот за эти сколько-то минут, вот этот максимум, и вот это, мы сами теряем вот этот аналитический посыл, и дети-то не получают заявку. А они кто? Они носители русского языка. И вот они по накатанной дорожке опять начинают говорить, истесняться, и так далее, и тому подобное. Это трудно, но это надо делать, потому что если мы себя сами изначально не зарядим перед началом урока, дети это будут чувствовать. Ну, пришел вот учитель, да, вот несколько вот такой вот озабоченный, да, вот так вот, как-то вот так вот все вот не, он сам не на британской волне, да. Ну и мы тоже, как чуть, мы русские люди, так скажем так, да, мы тоже так же будем, как и раньше, как привыкли. Вот, поэтому вот этот вот переход самим надо почувствовать. Вот посетите, например, те сайты, которые я вам сегодня покажу, просто надо вжиться в роли. Ну, представителям, мужчинам надо, естественно, стараться брать пример, допустим, там, ну, к примеру, скажем, саперов, политиков, бизнесменов, которые мы можем посмотреть их речи, выступления, которые еще на хорошем английском говорят. Представим, прекрасная половина человечества лучше брать примеры, конечно, тоже от англичанок, американок и так далее, потому что интонационный рисунок мужской речи тоже отличается от женской. В целом, вот, значит, амплитуда интонационный рисунок английского языка, британского, амплитуда шире, чем в русском языке. Русский более монотонный, он печальный, как бы. Британский, он кажется нам. Вот какие характеристики британского, особенно британского варианта? Высокомерность. Напористость. Напористость, да. Как будто они хотят выпендриться, подавить. Они ни здесь, ни с нами, ни сейчас. Они где-то там у себя, и нам это навязывают. Точно так же, примерно, как мы москвичи воспринимаем. Тихо наткнулся на рисунок. Ну, ты вообще. Ну, ты чё? Они не выпендривались, это просто, у них свой интонационный рисунок. Это вот особенности московского произношения. Точно так же, британцы. Американский вариант, американский интонационный рисунок, как ни странно, интонация ближе к русской. Иногда, вот, слушаешь диалоги, американцы друг с другом говорят, такое ощущение, что это русские, приехавшие в Америку и просто хорошо владеющие, американский вариант английского языка. Поэтому, вот, британский наиболее сложен. И он менее понятен, когда слушаешь. Вот, допустим, слушаешь американцев, допустим, президентов американских, там, актёров и так далее. Практически всё понятно. Потому что интонация почти как у нас. Не совсем, но почти. Вот. Ну и вот особенности. Сегодня послушаем, как говорят, допустим, тоже мужчины как женщины. У женщин тоже интонационный, амплитуда тоже шире. Особенно, когда вот, иногда вот тоже в Ютубе смотришь, какие-то эпизоды, встреча, допустим, встречались с две подруги, да, там, домашняя съёмка. Там такие, там, где, о-о-о-о-о-о-о. Просто до слёз просто смешно. Как так? А для них это нормально. Ну вот так вот, вкратце об интонационном рисунке. Но самое главное, это психологически себя перестроить. Не надо долго ничего объяснять. Короткими, сжатыми, энергичными фразами, словами, вот я детям говорю, так всё, забыли про печальную русскую интонацию, быстро сейчас сразу перешли на британскую волну. Захватчики имперции с субтитрами, написанными крупными буквами. Выступают политики, бизнесмены, актёры. В основном все известные. Следующий, второй. Леона Игорь Швейджилл. Это преподавательница английского языка, британка сама. Но она, ей где-то уже там, за 60. Очень красивый, британский, очень понятный. Говорит не быстро, чётко, отчётливо. Объясняется прекрасно произношение, лексику, грамматику. Очень понятно. У неё целая серия уроков, посвящённая и фонетике, и лексике, и грамматике. Дальше, классный вот третий. Фонетик, фонетик. Это наш выходец из России, который уже много-много лет живёт в США. И в том числе занимается преподавательской деятельностью. У него он вообще такие тончайшие, простые, очень доходчивые расклады делает по произношению. Захватывает как английский вариант, британский, извиняюсь, британский, так и американский. Очень всё подробно. С рисунками, со спеллингом, с транскрипцией. Очень медленно проговаривает. И параллельно показывает выступления, например, американских политиков, артистов, бизнесменов. Кусочки, допустим, отрабатывают, например, глотал стамп. И вот кусочки речи, да, где вот этот глотал стамп есть, значит, обычный там речи, и потом замедленный, и опять же с транскрипцией. Следующий, четвёртый. Learn English, first turn for free. Изучаем английский через рассказы в свободном доступе. Озвучка идёт произведений, писателей, британских, американских. Актёры в основном озвучивают. Темп речи вполне средний. И ещё идёт текстовка. Текст и его чтение. Всё очень доходчиво. На классическом, ну я слышал, вот эти стороны идут как раз на recede pronunciation. Так, Boston English Center. У них диалоги, ежедневные диалоги, но у них американский вариант английского и ещё бостонский диалект. Но он не очень сильно от General American отличается так. Ну нормально, вот, в плане развития тоже наука диалоговой речи. Далее, BBC Learning English. Специальный цикл передач, посвящённых изучению английского, организованный, ну, в британские радиоэщитетные корпорации. Тоже вот как раз современная recede pronunciation, как раз вот именно классика. Никаких там... Иногда вот там, когда молодые актеры разучивают, иногда вот чуть-чуть бывает у них этот... вкрапление вот, ну, современных этих... оглушка, например, звонких глазных. Ну, это очень мало, очень, так вот. Почти незаметно. И вот выдающийся, ныне покойный актёр, чтец, Кристофер Лин. Можете начать... Ну вот, сегодня давайте посмотрим кусочек его озвучки, например, стихотворения Эдгер Ахо, Дорейвен, Ворон. Очень красивая речь. И тембр речи очень красивой. Произношение чёткое. И нет вот современных заиканий, как вот... То есть, вот если слушать речь простого британца, лондонца, например, да? Пусть это мужчина или женщина, такое ощущение, что они все заикавятся. То есть, вот эти все глоттолстопы там у них, ну, просто это просто засиливало. Например, вместо «вотса» – «уа». Вместо «баа» – «баа». «Воа» – «уа» 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 – «уа»!» А ты чё тут поймешь? Речь пересклютимей. Болонах Гарвардэ. И congratulations to the class of 2017. That's some achievements. This is your day, and you've earned every minute of it. And I'm thrilled to be back at Liberty University. I've been here, this is now my third time. And we love setting records, right? We always set records. We have to set records. We have no choice. It's been a little over a year since I've spoken on your beautiful campus. And so much. Есть мнение среди них ходит. Ну, вот чё-то в основном нужен. Ну, где-то когда-то общались с англичанами, с американцами. Их знакомые общались с американцами, с англичанами. В основном используют the present simple, the future simple, and the past simple. Я говорю, так эта речь-то вот, пимпиш это. Вот встретились, да, носители и неносители. И вот один рассказывает про достопримечательности Нью-Йорка, например. А вот как раз вот перфектные формы и континуальные. Это как раз, вот смотрите, сколько у него было, да? Отметили или нет? Вот сейчас вот он начал говорить у него. Есть. Price and Perfect был в самом начале. И континуальные тоже формы. Вот это как раз тонкости общения. Межличностного. Как раз вот я одной своей коллеге сказал, но она умница, она общает. Английский хорошо владеет, вот я сказал. Перфектные, континуальные формы. Это межличностное общение. Это тонкости. Это нюансы. У нас просто, к сожалению, в русском языке перфектной формы нет. Они были где-то до каких-то средних веков. У нас тоже был перфект. Потом они умерли. И перфект заменили причастными идеями, причастными оборотами. Континуальные формы. Ну, это вот у нас причастие, там, как в английском. The present participle. She. Да? Говорящий, слушающий и так далее. One little trick that instantly improves the pronunciation of nearly 50% of all English consonants. You're gonna learn that today. Из этого видео вы узнаете один простой прием, который радикально позволяет исправиться от русского акцента сразу и в значительной степени. Продолжение следует... has found there are more representatives from the fossil fuel industry than from a single country. This is BBC News Review. I'm Rod. And to talk more about this story and the vocabulary, we have Neil. Hello, Neil. Hi, Rod. And hello, everyone. If you want to test yourself on the vote... Практически никаких глотал-стопов. Есть воскрытые глотал-стопы. А вот давайте я вам вопрос задам. Как правильно со слов футбол по-английски произнести? Футбол. 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 Что, по-английски? По-английски? Футбол. Вот если мы скажем футбол, а звончение ТФД происходит в русском ТФД, это нормально, то получится по смыслу пищевой мяч, мяч с едой. Вот там, какой глотал-стоп промежуточный, там вместо ТФД никогда не оглушаются предыдущие согласные глухие перед звонкой, не озвончаются никогда. Произносится так. Футбол. Футбол. ТФД исчезает. Это какой-то такой легкий приступ. Футбол. Футбол. Если вы медленно кому-то что-то разжевываете, да, вот непонятно человеку, а что вы сказали, тогда смотрите, что происходит. Оглушение последующие согласны. Футбол. В средней речи футбол. Футбол. Протеза будьте. Футбол. Футбол. Если медленно кому-то что-то непонятно, тогда футбол. Если Т произнесли, потом НЕ, ВОЛ будет, а ППОЛ. Футбол. Не. Нет, я просто вам говорю, вы уж как учеников учить, это уж смотрите сами. Лучше праймер-лина. Я у тебя объясняю всегда. Но они все равно, когда начинают, они так же как футбол, так и произносят. Но это так и есть языком, а пиолку, ты только затронул, а не произнес. Вот смотрите, вот смотрите, какой момент интересный. Наш уклад речевого аппарата и воспринимающего аппарата переделывает звучание иностранной речи на свой лад. Поэтому мы и говорим футбол. Это неправильно. Футбол. Футбол. Медленно, если Т озвучивая, бывает звучит ситуация. Фут-пол. Сто процентов. Известный клевец, мы скажем, Чак Берри, который Джонни Гу-Гуи. Как бы вы сказали? This is Чак Берри. Чак Берри. Nothing of the kind. This is Чак Перри. Вот на это обратите внимание. И вот у этого, кто фаунетик, фанетик, он это очень подробно, доходчиво объясняет. Просто наши чайовые аппараты переделывают на свой лад. Особенно, смотрите, в немецком языке, вот очень четко вот это обнушение последующей звонкой. Потому что у них нет углов толстопа. У них есть, как он, к накладу, по-моему, называется, когда... Первое, сгласник, когда начинается слово, да? Вот. Смотрите, например, мы скажем Дрестен. 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 Что ты здесь делаешь? Кто-то немецкий-то не знает, да? И кто-то преподает, наверное, да? Was machst du hier? Неправильно. Was machst du? Was machst du hier? Was machst du? Оглушайте всегда, не ошибетесь. Нет, еще раз, нет. Was machst du hier? Фальшь. Не сливается. Нет, ничего там не сливается. Макс. Вы сливаете, агушая. Was machst du? Was machst du hier? Тоже сливание, но огушенные. Если озвонченные, это ошибка. Да, из-даст. Из-даст. Тоже ошибка. Истас. Я просто говорю, те, кто немецкий преподает, обратите на это внимание, там сплошное оглушение идет. Там никогда предыдущая глухая согласная не озвончится перед последующей звонкой. Никогда. Если озвончиться, значит это не немецкий. Was machst du hier? Не эзгейт, не эзгейт, 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 эзгейт. Так, Кристофел Ли, Белаб Форево. Просто что-то, с чем-то. Это такой чтец. Кристофел Ли, Белаб Форево. Допустим, мы прошли какой-то текст, или несколько текстов, я составляю, где старайся отработать, например, в ревинной форме. The present simple, present continuous, past simple, and the past continuous. Ну, давайте вот это попробуем. Your eyes are simply playing tricks on you. Jennifer and Vincent. Look, Vincent, I've got an idea, how to deal with all your stresses and worries. The only trouble I have ever had is your fantasy about my stresses and worries. Who are you? You have been trying all your best, since the day you started this painting. And so far, there has been no progress. Your painting shows nothing particular, in particular. There's neither a foreground nor a background in it. The colors are mostly black and white. I must say, it is likely to end in failure. I must say, you could have been a better friend to me. The fact is that your eyes are simply playing tricks on you. When you first look at my picture, you might see one thing, and something else, when you continue to stare at it. I admit, at first you saw a paradise, and then it turned into heaven. I've got an idea, how to teach you, to see the world as it really is. I think we need to compare the ideas of mine and yours. We are just seeing things in a different way. That's all. Попробуйте, по родам, озвучить этот диалог. 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 Кто первый? Расскажите руки. Я думаю, что вы готовы. Вы и вашим близким. Вы приглашены. Хорошо, уважаемые. О, так совсем не видно. У нас нет ни на форега, ни на бедро. Возвращение в зоне. Возвращение в зоне. Я должен сказать, что это может быть в зоне. Я должен сказать, что вы бы виноваты. Вы были лучшим близким для меня. В результате, что ваша глаза просто играют на вас. Когда вы сначала посмотрите на мою фотографию, вы можете видеть одно и что-то, что-то, когда вы продолжаете смотреть на него. Я admit, что в первую очередь, вы увидите в зоне, а затем это превратилось в зону. У меня есть идея, как вы научите вам видеть мир, как это действительно выглядит. Я думаю, что мы должны сравнить мои идеи и вашей идеи. Мы просто видим вещи, в другую форму. Это все. Это все. Молодец. Когда ты tercerешь? Yang-то. Я срочно. Я срочно. Я срочно. Я срочно. Я срочно. как с этим делать, как все ваши стрессы и волосы. Только с этим путешествием я никогда не знаю, о ваших фантазиях, о моих стрессах и волосах. Вы, вы, вы выиграли все свое, и вы создавали свои дела, когда вы старали это, но до этого я не практику. Вы, что ты не знаешь, что ничего, нет ни вред, ни вред, ни вред. Потому что, если вы красоты, грамотно, Я могу сказать, что вы могли быть лучшим другом. Дело в том, что твои глаза выглядят интересным. Когда вы посмотрите на фотографию, вы можете увидеть что-то. И что-то, когда вы продолжаете выглядеть. Я имею в виду, что в первую очередь вы увидите парадайзе, а затем вы увидите хрень. Я имею в виду, как вы научите, как вы увидите, как это реально выглядит. Я думаю, что мы должны сравнить идеи. Мы просто видим вещи в другом состоянии. Это все. Галина Петровна попросила меня еще раз прочесть. Давайте еще пара чтецов. Кто при Эльне Петровне учился? На заднем ряду. Девушки, смелее, смелее. Давайте я еще раз прочту. Я тоже плохо вижу. Давайте кто при Эльне Петровне учился. Окей. Увидимся. Увидимся. Девушки с вами! Да. Увидимся! 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 How to deal with all your stresses and worries. The only trouble I have ever had Is a fantasy about my stresses and worries. Poor you. You have been trying all your best since the day. You started this painting. And so far there has been no progress. Your painting shows nothing in particular. There's neither a foreground or a background need. The colors are must look black and white. But I must say it is likely to end in failure. I must say you could have been a better friend to me. The fact is that you rise are simply playing tricks on you. When you first looked at my picture, You might see one thing and something else When you continue to stereotype. I admit, at first you saw a paradise And that it turned into him. I've got an idea how to teach you to see the world As it really is. I think we need to compare the ideas of mine and yours. We are just seeing things in a different way. That's all. Think of something else. I am FBI Something else. You know something else. You know something else.